Воздушные силы США заинтересованы в создании легкого штурмовика на базе учебно-тренировочного самолета Boeing T-7 и Red Hawk. Заинтересованность воздушных сил связана с возможностью создания недорогого самолета, который потенциально мог бы заменить часть истребителей F-16D из-за их старения. В настоящее время, ВВС США официально еще не уведомили Boeing относительно возможной проработки по созданию на базе T-7 легкого штурмовика. Один из работников Boeing во время Международной авиационной конференции в Мадриде сообщил, что воздушные силы ведут мозговой штурм относительно возможности усовершенствования T-7 для будущего расширения возможностей этого самолета. Благодаря использованию цифровой и модульной архитектуры в самолете Red Hawk, его перепрофилирование не займет много времени и позволит в разы улучшить возможности как ударной машины. Стандартная конструкция самолета дает возможность интеграции бомбового и ракетного вооружения, которое требуется для тренировок пилотов. Кроме того, сейчас сама компания Boeing пытается оправдаться и справиться перед Министерством обороны США, из-за проблем с катапультными креслами, которые возникли в 2021 году и отсрочили начало серийного производства самолетов на два года. Мы не хотим создавать плохое восприятие внутри воздушных сил, поскольку мы говорим о отличном потенциале, который Red Hawk продемонстрирует в будущем. Задача номер один для компании – доставить воздушным силам этот самолет, потому что он им действительно нужен, рассказал представитель Boeing. Помимо варианта боевой версии Red Hawk, представители воздушных сил США рассматривают и других производителей тренировочных самолетов, которые имеют опыт в создании на их базе боевых версий.